Совсем скоро покровителем наступающего года станет петух, и поэтому, дорогие друзья, предлагаю вам поближе познакомиться с этой птицей и, конечно же, попробовать подружиться с огненным петухом. О, здравствуйте! На этой ферме живут около пяти тысяч петухов. Все они породы цветной бройлер. Удивительно, но у этой птицы есть свой характер. Она оказалась очень дружелюбной и спокойной, и это не единственное ее достоинство. Эта порода называется редбра, мясо яичного направления. Специально завезли в этом году по просьбе населения Приднестровья. Петух весит в районе 6-7 килограмм, курица до 4 килограмм. Спокойно можно выращивать как в фермерских хозяйствах, так и в личном пособном хозяйстве, то есть в подворье у населения. Помимо того, что она весит столько, она еще дает поверх 260 яиц в год на каждую несушку. Яйцо имеет где-то средний вес 60-65 грамм. То есть я отличаюсь вкусовыми качествами. Чтобы прокормить всех жителей фермы, а это больше 70 тысяч птиц, в такой бункер привозят корм. Он рассчитан на 10 тонн, и этой еды птицам хватает на 3 дня. Стоит привод, и он подает корм в цех. В цех уже стоят свои бункера на каждую батарею. То есть они пересыпаются в те бункера, а потом бункера двигаются по батареям и раздают корм уже непосредственно птице. Один петух съедает 150-180 граммов зерна в сутки и выпивает 300 миллилитров воды. Производители рассказывают, что это очень выгодно, и населению Приднестровья такая порода пришлась по душе. Поэтому только за один год на этой ферме вывели 260 тысяч цыплят. Юрий, расскажите, пожалуйста, в чем особенность содержания этой птицы? Какие необходимо создать условия, чтобы ей было комфортно? Ну, значит, так как это родительское стадо, здесь определенный идет световой режим. То есть постоянно, если у нас 14 часов, поддерживается света. То есть в 8 утра включается, и в 20 часов вечера выключается. Цветной бройлер вырастает за 3 месяца и весит 2,5 килограмма. А чтобы курица снесла 10 яиц, ей нужно съесть полтора килограмма хорма. Подсчитали птицы воды. Кажется, мне удалось приручить огненного петуха. Так что действительно он очень добрый. И думаю, вам не стоит его бояться в Новом году. Как они реагируют на людей, которые за ними ухаживают, находятся здесь? Значит, Яна, смотрите, как я говорил ранее, это любое животное, любая птица, она живет в своем сообществе. Поэтому, допустим, даже петух, он организует себе семью, в которой он проводит, в принципе, все свое время. Вот. Та же самый обслуживающий персонал птицефабрики строго закреплен за каждым цехом, и птица к нему привыкает. Поэтому мы стараемся, чтобы, если мы производим замену, хотя бы несколько дней новый человек проработал со старым, чтобы птица привыкла к нему. Петр Петрович, пожелайте нашим телезрителям чего-то в Новом году. О-о-о! С наступающим, мои любимые пренестровцы! Я желаю вам всем полных чаш с зернами счастья, удачи и богатства. И чтоб каждое ваше коко было шанель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова